Доброе утро! Пару слов хочу сказать о очень важных вещах. Буквально коротко. Вот я наблюдаю, что новички особенно, да и многие ветераны сетевого бизнеса, не очень хорошо понимают, что какова роль рассказывания истории в этом бизнесе. Им никак в голову не попадает, что какая-то обыкновенная история является гораздо более важной для успеха в бизнесе, для продажи, для подписаний, дистрибьюторов новых, чем красивая речь, наполненная и переполненная, и перенасыщенная красивостями, профессионализмами, цифрами, фактами и так далее. Обыкновенная, житейская человеческая история действует на сознание людей гораздо более мощно. Это очень хорошо знают врачи, например, особенно те, которые занимаются психологией человека. Психиатры, например. История, она действует косвенно. История не напрягает человека. История никому ничего не диктует. История заставляет человека задуматься над собственной ситуацией и провести аналогию с обстоятельствами жизни того, о ком рассказывается и своей собственной. И это побуждает человека к правильным решениям. И когда он эти решения принимает, то он принимает их сам. Ему кажется, что он сам это решение принял. Ему никто не диктовал. Если ты будешь ему говорить, подписывайся или покупай, вот потому что, потому что. Это одно. Человек сопротивляется. Ему жалко свои деньги, он защищает свой кошелек. Он уклоняется от принятия решений. Короче говоря, он откладывает на потом. Он говорит, я подумаю и тому подобные вещи. Но когда вы рассказываете историю, и она попадает ему в сердце, потому что рассказанный материал напоминает ему о его жизни, о его обстоятельствах. Он проводит аналогию и думает, смотри-ка, как у меня. Ему легче принять решение. Итак, история. История должна содержать в себе наши истории. Всегда две вещи. Они должны обязательно звать действием. Она должна иметь две части, как бы. До и после. Что было до, и стал, и что стало после. И вот здесь очень важный момент. Многие дистрибьюторы, даже осознавая, что история это важно, обучаясь рассказывать свою собственную историю от использования продукта, историю успеха в бизнесе, заработки и так далее, движения по карьере, они неправильно действуют. И это заключается в следующем. Особенно новые дистрибьюторы, да и не только новички, они не говорят всей правды. Ну, может быть, вся правда и не нужна. История это правда в красивой упаковке. Правда в красивой упаковке. Но я хочу вот какую вещь сказать. Чем страшнее кровавей, чем непригляднее начало, чем ужаснее ваше состояние, в котором вы были до, тем более эффективна ваша история, если у нее положительный конец, финал. Ну, например, у вас были проблемы со здоровьем, такие страшные. И вы рассказываете такие детали, что многие люди аж вздрагивают и говорят, смотри-ка, какая история. У меня же точно так. Или у моей мамы так же. Или чем страшнее, кровавей ваша история с точки зрения финансов. И в результате деятельности в сетевой компании вы наконец обрели финансовую свободу, разделали с долгами, тем лучше она работает, эта история. Не все это понимают. Большинство людей по привычке, следуя правилам этого мира, не выносить ссор из сбы, показывать себя в гораздо лучшем свете, чем мы есть на самом деле, стесняясь рассказывать о том, в каком положении мы пребывали, приукрашивают свое состояние, которое мы имеем на старте бизнеса. Или во всяком случае не открывает всю правду. И это громадная ошибка. Или говорят общими словами. Вот послушайте историю. Сидит женщина, лидер сетевой компании, на сцене, на высоком стуле, на красивом. Красивая женщина, молодая, сильная, от нее веет прямо мощью. Она сидит, у нее белые волосы светлые, пиджак такой, длинные ноги, туфли такие, что смотрел бы, смотрел бы, смотрел на эти туфли, разглядывая все детали. Ее крупно показывают на сцене, и зал, огромный зал, несколько тысяч людей, лидеры компании сидят, огромная компания. И она рассказывает свою историю. Она говорит, а вентилятор, где-то вентилятор стоит, и такой легкий ветер, которого как бы такое дуновение, и волосы у нее двигаются, и вообще это создает образ такой сильной, властной, такой динамичной женщины. Какая-то аура такая, мощная от нее. И вот я смотрю это видео, и слушаю, что она говорит. И она говорит, когда 10 лет назад я начинал этот бизнес, я работал в какой-то компании, там, значит, на фирме, и начальник меня преследовал. Он зажимал меня во всех углах и требовал, чтобы я с ним спала. И я, говорит, отбивалась как могла, однажды врезала ему в рожу, и меня уволили. Я потеряла работу, и впала в депрессию, и, в общем, я лежала, и плакала, и, в общем, все такое. И однажды я прочитал в газете объявления, там приглашали на работу, и я решил попробовать. Это оказалась сетевая компания, и так я познакомился с сетевым маркетингом. И человек, который меня пригласил, сказал, что ты можешь подняться, и разбогатеть, и стать свободной, и успешной, и отдать все свои страшные долги, которые у тебя накопытились, особенно учитывая мое семейное положение, мы уже почти не жили с мужем, потому что он надо мной издевался, и бил меня, и я никак не могла от него отделаться, и уйти не могла, потому что денег не было, и, в общем, я страдала. И он сказал, вот это были еще времена не нынешние, тогда клеили объявления, делали такую рекламу. Говорит, вот будешь клеить объявления, то разбогатеешь. Много-много людей ты должна приводить на презентации. Много людей. И я поверил, говорит, этому человеку, и решил, что я это буду делать. А денег нет, и поэтому даже не на чем листовку, пойти в полиграфический какой-то там офис, и там заказать объявление, не на что было. И поэтому я решил действовать таким образом. Была предвыборная какая-то компания, избирательная, и депутаты, и всякие разные, вернее, кандидаты, сыпали вокруг листовки, и по улицам валялось множество листовок. С их призывами. Я ходил, ночью собирал их, вечером, когда никого не было, и на обороте фломастером писал текст объявления, разрезала на лепесточки, и ходила, клеила по улице. Мой муж запрещал мне это делать, но когда он был водитель-дальнобойщик, когда он уезжал, я тогда по ночам ходила, это делала. Я набирал эти листовки, потом целый день сидела, писала, а потом ходила, целый день клеила, пока не падала. И мне звонили, я отвечала, и так у меня начала расти организация. И когда муж узнавал, он меня избивал, он бил меня, брал за волосы и лицом к стену бил меня. И в конце концов, доведенное до отчаяния, я вообще ушла в никуда. И если рассказывать, как я жила, то меня поймут и бомжи, и люди, которые пережили самые трудные испытания. Но я продолжал это делать. Я делал это месяц, я это делал два. Потом мне стали звонить, и оказалось, что я не знаю, что говорить и как говорить. И я пошел в библиотеку, и с удивлением узнал, что в библиотеке есть книги, в которых все написано. Я научилась, как это делать, как отвечать на телефонные звонки. Потом я научилась закрывать встречу, сделки, стала продавать продукты, подписывать людей. И потом, потом постепенно, постепенно. И вот так прошло 10 лет. Сегодня я зарабатываю 320 долларов в час, говорит эта женщина. В час. Недавно я прилетел из Африки. На сафари туда ездила. А вот здесь сидят мои люди, мои дистрибьюторы. Вот, Джон, встань. И встает Джон, и говорит, скажи, как ты включился в этот бизнес, и сколько денег ты сейчас зарабатываешь. Он говорит, я, 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 жил на пособии по безработице, я был нищим, а сейчас я зарабатываю 10 тысяч долларов в месяц. А вот ты скажи, а вот ты скажи. и она поднимает людей из зала, и людей из зала, и они начинают рассказывать свои кровавые истории о том, что у них вообще было все по нолям. А сейчас они преуспели. И вот когда ты слушаешь такую историю, в каком положении был человек, ты рисуешь образ этого человека в то время, какие слезы, какие муки, какие раны, какие ссадины, какая боль и обида в душе, и какое было невыносимое финансовое положение, начинаешь понимать, что не ты один с такой задницей, извините за грубость, не ты один страдаешь. Оказывается, есть бизнес, который, если приложить усилия, можно... Ну, вы поняли, что? Вот так это работает. Я расскажу сейчас, через 20 минут, еще пару историй. Посмотрим, что получится. Желаю вам удачи. Думайте над этим. Продолжение следует...